Друзья, всем привет! В этом видео будет инструкция, как пополнить счет Binance с карты без комиссии. Делать мы это будем с помощью P2P торговли. Для начала, что такое P2P? Простыми словами, это когда вы совершаете операции с другим человеком, у которого также имеется счет на Binance. То есть, вы ему переводите деньги на его банковскую карту со своей карты, а он взамен переводит вам криптовалюту на счет Binance со своего счета Binance. Получается такой простой, быстрый и, самое главное, выгодный обмен. Для чего нужно это пополнение с помощью P2P торговли и почему нельзя пополнить просто с карты внутри платформы? Во-первых, при пополнении с карты внутри платформы для некоторых валют будет очень большая комиссия. Если мы перейдем на страницу пополнения счета и выберем, например, валюту «Российский рубль», то при пополнении с помощью банковской карты у нас будет комиссия 3,3%. Это довольно высокая комиссия. Если же мы делаем пополнение с помощью P2P торговли, то за это у нас комиссия не берется. Об этом у нас даже написано на официальной странице Binance, полное руководство по P2P торговле. Если мы перемотаем немного ниже в раздел комиссии, то у нас здесь будет написано. В настоящее время комиссии за использование P2P платформы Binance не взымаются, они равны нулю. При покупке криптовалюты, продаже криптовалюты и создании объявлений комиссия 0%. И в-третьих, это будет очень актуально для граждан России. Как вы можете знать, с осени прошлого года Центральный банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж. Поэтому, когда вы будете делать пополнение через свою банковскую карту внутри самой системы Binance, есть вероятность того, что ваш банк может просто заблокировать ваш перевод. А при пополнении через P2P торговлю, вы не переводите деньги на адрес самой криптобиржи. Вы переводите деньги обычному человеку на карту, а он уже переводит вам со своего счета Binance криптовалюту. Поэтому давайте рассмотрим, как пополнить счет Binance через P2P торговлю. Покажу, как это можно сделать через приложение на мобильном телефоне и через сайт на компьютере. Итак, заходим в приложение Binance, после этого переходим в кошелек. Сверху нажимаем на пополнение, P2P. После этого видим две вкладки, купить и продать. Нам нужно купить криптовалюту, поэтому мы выбираем купить. Далее выбираем, какую нам нужно купить криптовалюту. Как вы можете видеть, здесь есть список разных криптовалют. USDT, Bitcoin, BUSD, BNB, ETH и другие криптовалюты. В моем случае я хочу купить USDT. Советую вам также покупать USDT, чтобы вам было просто проще ориентироваться. Напомню, что USDT это стейблкоин, который привязан у нас к курсу американского доллара. То есть 1 USDT равняется 1 американскому доллару. Итак, выбрали криптовалюту, которую нужно купить, USDT. Теперь выбираем криптовалюту, за которую вы хотите покупать. Вот здесь, в правом верхнем углу, нажимаем на валюту. В моем случае я хочу покупать за рубли, поэтому в поиске вводим рубли. Выбираем. Теперь на этой странице у нас отображаются все участники, с которыми мы можем совершить сделку. Вам нужно выбрать такого участника, у которого, во-первых, будет самый выгодный курс. Самый выгодный курс находится всегда с самого верха. То есть чем ниже позиция участника, тем менее выгодный у него курс. Во-вторых, чтобы у него было как можно больше совершенных сделок. И в-третьих, чтобы был как можно больший процент совершенных сделок. Но для начала давайте настроим некоторые фильтры. Смотрите, у каждого участника написан лимит. Например, у первого участника лимит от 500 до 676 рублей. Что это значит? Это значит, что вы не сможете купить криптовалюту на менее чем 500 рублей и на более чем 676 рублей. То есть вы должны ориентироваться в этих пределах. У второго участника лимит стоит 3600 рублей. То есть это самый минимум, который вы можете пополнить. Если же вы хотите пополнить на меньшую сумму, то вы нажимаете вот сюда на фильтры. И вводите ту сумму, которую вы хотите пополнить. После чего у вас система автоматически отфильтрует всех участников по этой сумме. Давайте для примера я пополню счет на 500 рублей. Вот здесь вот мы вводим 500. Далее, способы оплаты. Вы можете выбрать тот способ оплаты, который будет наиболее вам подходить. Например, у меня банк Тинькофф. Я хочу пополнить счет с помощью банка Тинькофф. Поэтому я выбираю его. Вы можете выбрать Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ. Если здесь вашего банка вы не находите, вы нажимаете вот на эту кнопочку «Все». И смотрите все доступные варианты. И выбирайте тот, с помощью которого вы хотите пополнить счет. Я выбираю банк Тинькофф. И нажимаю «Подтвердить». Теперь у нас отфильтровались участники по сумме и по способу пополнения. Далее нам нужно выбрать участника, с которым мы будем проводить сделку. Опять же, самые выгодные варианты находятся на самых первых позициях. Смотрим. У первого участника 99 сделок и 100% совершенных сделок. Это самые лучшие показатели. Но, например, у второго участника в 6 раз больше совершенных сделок и также 100% совершенных сделок. Поэтому давайте мы выберем его. Нажимаем на кнопочку «Купить». Выбираем за фиат и вводим ту сумму, на которую мы хотим купить криптовалюту. В моем случае это 500 рублей. Видим, что за 500 рублей я смогу купить 660 USDT. Нажимаем «Купить USDT». Читаем здесь все условия и нажимаем на страницу оплаты. Здесь у нас появляется номер карты этого человека, которому нам и нужно совершить перевод в Тинькове. Поэтому мы берем этот номер карты, переходим в приложение Тиньков, переводим на этот номер 500 рублей и возвращаемся обратно на платформу. После того, как вы перевели 500 рублей по номеру карты, нажимаете «Оплачено далее». Все, после этого мы просто ждем, когда продавец проверит поступление средств на его банковскую карту и переведет нам криптовалюту. Все, как мы видим, нам продавец перевел наши USDT на счет Бинанса. И теперь последнее, что нам осталось сделать, это перевести эти средства из кошелька пополнения в спотовый кошелек. Кошелек пополнения используется для P2P торговли. А чтобы у вас была возможность покупать вот на эти USDT криптовалюту, вам нужно их перевести на спотовый кошелек. Мы просто нажимаем на эту кнопку «Перевод», выбираем из кошелька пополнение в спотовый кошелек. Далее выбираем криптовалюту, которую мы хотим перевести. В нашем случае это криптовалюта USDT. Выбираем ее, нажимаем на «Максимум» и «Потвердить перевод». Все, перевод у нас завершен и наши USDT поступили к нам на спотовый кошелек. Вот так вот просто и быстро у нас делается пополнение через телефон. Теперь давайте я вам покажу, как это сделать через компьютер. Итак, теперь давайте сделаем пополнение через сайт. Переходим на сайт Бинанса, наводим мышку вот сюда «Купить криптовалюту» и выбираем P2P торговля. После этого делаем все те же действия, которые мы делали в мобильном приложении. То есть сначала мы выбираем «Купить», потому что нам нужно купить криптовалюту. Далее мы выбираем, какую нам нужно купить криптовалюту. В моем случае это будет USDT. Потом выбираем валюту, за которую мы хотим купить. В моем случае это российский рубль. Вводим «Руб», выбираем его. Далее выбираем способ оплаты. В моем случае это банк Тинькофф. И после этого вводим ту сумму, которую вы хотите пополнить. В моем случае давайте я пополню опять на 500 рублей. Вводим 500, нажимаем «Поиск». И опять же, нам нужно выбрать такого человека, который будет находиться как можно выше по списку, у которого будет как можно больше совершенных сделок, и у которого процент совершенных сделок будет как можно выше. Смотрите, на первом месте у нас находится самый выгодный курс. Но у этого человека всего 30 совершенных сделок, и процент совершенных сделок у него 96. Это мало. Поэтому этот человек нам не подходит. А на третьем месте у нас стоит продавец, у которого почти 700 выполненных ордеров, и процент совершенных сделок 100%. Поэтому давайте мы выберем его. Нажимаем на «Купить USDT». Вводим ту сумму, на которую мы хотим купить криптовалюту. В моем случае это 500 рублей. И видим, что за них мы получаем 660 USDT. Нажимаем «Купить USDT». Нас перекидывают на страницу оплаты, где у нас будет вся необходимая информация для перевода. Здесь у нас будет также номер банковской карты, на которой нужно сделать перевод. Мы также заходим в приложение «Тинькофф», делаем перевод 500 рублей по номеру этой банковской карты и возвращаемся на эту страницу оплаты. Все, я сделал перевод 500 рублей на этот номер банковской карты. Мы спускаемся немного ниже и нажимаем «Оплачено далее». Все, теперь нам нужно подождать, пока продавец проверит получение 500 рублей на свою банковскую карту и сделает нам перевод USDT. Прошло у нас несколько секунд, у нас продавец проверил перевод и перевел нам USDT. Как вы можете видеть, у нас написано «Ордер завершен». Что мы делаем после этого? После этого нам также нужно перевести эти средства, которые нам перекинул продавец, из кошелька «Пополнение» в спотовый кошелек. Для этого переходим вот сюда в кошелек, нажимаем «Обзор кошелька». После этого переходим в кошелек «Пополнение». Видим, что у нас доступно 6,6 USDT, которые нам только что перевел продавец. После этого наводим курсор вот на эти три точки и нажимаем на «Перевод». Далее нажимаем вот на эту стрелочку, чтобы у нас наверху был кошелек «Пополнение» и внизу у нас был кошелек «Фиат» и «Спот». То есть мы переводим из кошелька «Пополнение», куда у нас приходят все средства, которые нам отправляют продавцы, в кошелек «Фиат» и «Спот», где у нас находятся все средства, на которые мы уже можем покупать криптовалюту. Выбираем вот здесь вот монету, которую вам необходимо перевести. В моем случае это USDT. И нажимаем на кнопку «Все», чтобы перевести все средства, которые у вас там имеются. Нажимаем «Подтвердить». Все, после этого у нас USDT списали с кошелька «Пополнение» и они у нас перешли на «Спотовый кошелек». После чего вы уже на эти средства сможете покупать криптовалюту. Вот так вот, друзья, можно быстро, просто и без комиссий пополнить свой счет на Binance через P2P-торговлю. В следующем видео я вам уже покажу, как с помощью P2P-торговли можно вывести свои средства на банковскую карту со счета Binance. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал Instarding Invest и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Я благодарю вас за просмотр этого видео, желаю вам всего самого-самого наилучшего и удачных вам всем инвестиций. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok